доброе пасмурное утро друзья сегодня у нас среда дай бог памяти какое число не помню знаю что среда проводила мужа только что в больницу поехал он к врачу в общем вчера начала горло болеть смотрю белые точечки цаточки ну походу у него или танзелит или ангина не знаю но температура ползла поэтому позвонили хаус арсу а он естественно не работает сказано короче дети в not fall поедет сейчас узнает так бы как бы никуда не ехали но если ангина то надо пить антибиотики желательно как бы начинать его пить все равно наш хаус арс не работает аж до 7 января вот и в любом случае придется ехать куда-нибудь вот в такие в такие места да поедет узнает ангина или нет может быть что антибиотик да уже сразу и полегчает мне после антибиотиков первый же день стало легче на следующий день все прошло на чем мучиться лежать 15 минутное проветривание ну в общем вы знаете да что влажность повышенная смотрите что творится на окнах вот эти угол цветет и проветриваем и температура у нас покажу 22 градуса но это уже упала муж проветриваем сейчас а тем не менее плесень и здесь вот и угол придется обрабатывать я последние пару дней вышиваю елку по вечерам но она будет трехслойная то есть сейчас у меня здесь вот первый слой это были вот темные ветки сейчас сверху я делаю слой это вот это как бы задние да сейчас я делаю те которые в бок вот будут то есть я вышиваю веточку потом заполняю а потом еще будет третий слой который будет передние ветки ну подсмотрела такое мк и и решила тоже я хочу елку вот вышью елку потом бусинками снег здесь делаю здесь нитками такими для вязания да сделаю тоже сугробик ну по крайней мере такой план таков план посмотрим что у меня получится да аня устроила кирюшу больничную палату кирюня кашляет заболел анечка его лечит вот у него такая больничная палата заходишь да вот давай померяем что там температурка какая ну есть 37 и 2 больной вам нужно лежать доктор вы полечили вашего больного сироп далее от кашля не дали да почему вы ему не дали сироп от кашля доктор вас дадут болезни болезнями домашнюю работу никто не отменял сейчас вам покажу как выглядит наш чуланчик опа локтем здесь включаю свет так место где стоят машинки здесь даже что-то сушится вообще это жутко неудобно потому что вот здесь находится наша сушилка сос ее оставляет так чтобы она не не цвела это бак куда вода скапливается это единственное что надо вот бак чистить и вот этот вот фильтр который здесь тоже достается оставайся вот здесь вот вот это вот все надо почистить и тогда мы на следующую сушку ставить вот это для тех кто спрашивал как устроена сушильная машина туда все закидывается закрывается здесь выставляется программа все на старт ну а потом надо обслужить воду слить и фильтр почистить и все сухое белье достаешь вот а вот это вот висит здесь уже по моему вторую неделю она висит и все никак его не заберут такая-то моя стиралка сейчас буду загружать ее чаще всего я выбираю вот это вот цветное белье на 40 градусов и она у меня устраивает вполне очень даже очень самое печальное что здесь стоят вот эти вот машинки которые абсолютно не используются вот эти две и там еще одна и не занимают просто пространство как бы вот а там находится наша кладовка келлер наш но туда мы не пойдем все пойду к детям на место смотрите какую красоту нам подарили стоит у меня на кухне радует глаз а вот это совсем глаз не радует поставила значит супе кипятить пошла занялась другими делами и забыла про свой суп в итоге придется сейчас варить говорю вот другую еду ну суп то вроде остался но я не знаю мне кажется что он пропитался вот этой гарью поэтому пусть остывает в этой кастрюльке а я буду готовить что-нибудь другое и пока у меня есть свободное время я сижу и запасаюсь тюльпанчиками да объявляю сезон тюльпанов открытым новый год мы еще не встретили но уже готовимся к весне я просто помню сколько у меня в прошлом году было заказов весной и думаю ну почему бы не начать это делать заранее будет у меня сейчас вот два таких букетика один такой нежненький красивый а другой больше фиолетовый вот сюда и сейчас еще пойдет два тюльпанчика да таких тюльпанчика поэтому девочки кто спрашивал за тюльпаны объявляю сезон открытым готовьтесь к праздникам заранее да почему бы нет январь месяц прекрасный месяц для того чтобы заказать тюльпаны уже к пасхе ну или к весне кому как нравится ну сказано сделала два моих букетика готова один вот такой получился вот с бирочкой уже как бы так его показать вот там я надюшка присылала белочки спасибо тебе большое вот все еще их использую вот и второй вот такой нежнятина нежнятина такой он кремовый ну вы понимаете да всю красоту телефон не передаст как моя свякровь приезжала она сказала в рит в жизни они гораздо красивее чем на видео или на фото но действительно это так напишите мне какой из букетов вам нравится больше это не разные знаете чем мне вообще нравится шить букетики во первых потому что они у меня никогда не повторяются это не то что вот ты шьешь постоянно одно и то же один и тот же набор тюльпанов нет вот всегда на выходе получается другой результат вот еще одна задумка оранжевый большой букет буду делать а пока что так с эти букеты свободны кому нужен подарок можете заказывать я довольная вы знаете я довольна я получила массу удовольствия пока шила их вот и ну красота ведь красота я считаю что это очень оригинальный подарок который во первых будет долго радовать глаз во вторых такого больше ни у кого не будет вот просто это в единственном экземпляре я девочки не знаю как у вас но у меня самое странное вот при переезде другую страну скажем в германию стал вопрос что же делать с праздниками ну потому как вот я еле перестроилась на то что день святого николая у нас да не 19 числа а 6 у нас принято 19 у меня нет 6 числа ощущение праздника 6 числа у нас отмечается день украинской армии и как бы отмечать в этот день день святого николая ну как-то странно вроде как вот но дело в том что здесь накладывается да можно отмечать 19 но дело в том что мои дети в этот момент ходят в садик ходят в школу да где приходят другие дети и рассказывают что им святой николай принес подарки да и как вот объяснишь ребенку что ребенку вот остальные принес а тебе принесут 19 да ну как-то странно выходит ну с новым годом сейчас попроще но 26 число мы не отмечаем но больше 24 на 25 рождество я смотрю многие блогеры отмечают при том что русские да вот блогеры как бы отмечают я считаю ну не знаю как то это странно мы не католики да и и мы православные у нас рождество всегда 7 января у меня 24 декабря нет даже настроение какого-то праздничного первый праздник и новогодний это новый год после нового года рождество потом старый новый год и вот это вот для меня уже какие-то праздники которые мы привыкли отмечать когда создается это праздничное настроение ощущение вот это вот все присутствует это все есть а как отмечать рождество двадцать пятого если как-то это странно для меня я не знаю если честно для меня дилемма такая большая или объясняет что новый год этому не просто там по стрелке для нас новый год это всегда была семейный праздник семейное торжество мы отмечали во всей семьей в принципе также как и здесь отмечается рождество я не понимаю вот как это все приходит вот вот как тоже из-за того что дети растут и типа им проще отмечать это все двадцать пятого числа до 24 на 25 число почему наши русские люди начинают отмечать это вот рождество 24 числа для меня это непонятно ну и как бы до одного а дед мороз приходит на рождество как-то странно это сидит мороз приходит на новый год вот у моих детей в этом году какой-то диссонанс произошел значит у них закончился календарь ну вот эти вот 24 до дня календарь закончился и затем как бы ну логично у них что приходит новый год нифига он не приходит потому что новый год 31 числа и дед мороз приходит на новый год и если я начну им сейчас объяснять что это вот рождество только католическое и поэтому как ну как-то вообще нелогично и очень странно объясните мне почему так происходит и как вы к этому приходите возможно в следующем году мне это будет проще понять может я как-то интегрируясь в общество или мне станет также все равно как и с днем святого николая ну ладно фиг с ним да приходит она там да приходит николай 6 числа не 19 19 не приходит возможно со временем к этому всему приходишь привыкаешь но я как начала начали меня все поздравлять с рождеством 24 числа девчонки нет приятно спасибо большое но то что я живу в германии это не значит что я стала католиком и вдруг стала 25 числа отмечать рождество опять же я уверена что многие из вас не стали католиками и отвечать 25 числа рождество ну для вас также самое чуждо как и для меня но только вот тогда вопрос а зачем а как же наши традиции да которые наши исконно русские традиции то есть я понимаю интеграция там и все такое но вы же веру не поменяли чё вообще происходит зачем это все происходит я ну в общем для меня это как-то странно конечно я всех католиков я поздравляю с тем что вот рождество наступило но у нас оно еще не наступило у нас впереди только новый год поэтому для меня еще новогодние праздники не начались но я посмотрю почитаю в комментариях может быть вы мне как-то объясните этот парадокс почему так смиряешься с тем что все отмечают и почему не придерживаться своих традиций я допустим хочу придерживаться своих традиций что 31 числа к нам приходит дед мороз ночью вот и утром первого числа мы все открываем подарки опять же заготавливать вот эти вот подарки там ну традиция да что куча подарков лежит котелка и ждет рождества когда наступит рождество и потом эту всю кучу подарков распаковывать а где же сюрприз тогда то есть мы не вот лежит эта куча подарков мы ее не распаковываем потому что еще не новый год а вот новый год придет и тогда мы распакуем эти подарки ну тоже нуансы для меня я как бы не в осуждении ни в коей мере а так в обсуждении типа ну а поговорить да надо же о чем-то говорить пока гладишь вот такой веселой конструкцией мы везем детей к врачу сегодня он принимает решили такие показать пусть послушают ну вот в принципе то мы и лечимся лечимся температура которая опять полезла мне не нравится пусть посмотрит вот погода на улице холодная так чувствуется морозец но дождей главное не обещают уже хорошо а ну и машина ж наша на техосмотре поэтому мы пешком решили пройтись так думали только Аня на колясочку но так как у Кирюши тоже температурка ему тоже как-то вот это вот гулять не хочется он капризничает решили на велосипеде а техосмотр нам выйдет в 240 евро замена фильтра там они что посмотрят все что за там отрегулируют ну в общем за все про все 240 ну у доктора весело удивительно но сегодня нелюдно мы пришли и нас сразу определили в комнату ну у детей раздолье любят они ходить к доктору скоро доктор придет скоро никто не поверит что у этих детей температура у Кирилла 38,3 было страх у Вани 37,2 ну разве скажешь что это то с температурой детей вернулись от врача Аня по дороге прямо в велике уснула Кирилл разбирает утешительный приз мы ему купили ферму такую в Тедди сколько она стоила? 5 евро стоила такая ферма оказалось что у нас на месте старой эдаке открылся магазин Кик я все жаловалась что у нас Кика нету Аня вот себе купила ванночку такую будет бэбиков своих купать тоже 5 евро стоит ну за то что дети так стоически перенесли врача мы им делали поощрение это вот купили им такие молоко пить трубочки мы брали им понравилось в прошлый раз это Кирюша себе взял такое лего стоило оно 11 евро а мы его купили за 2 вообще красота а Анечка вот такую косметичку взяла говорит буду краситься ну что делать а я вас обманула не 11 а да 11 евро все правильно обалдеть это ж надо было я бы в жизни столько не дала ну вот значит это 4 евро ну или 11 или 10 вот это стоило а сейчас 2 что б не взять и вот такие кружки взяли смотрите какая она вот кружка но ее правда не поставишь сейчас 2 евро стоило а стоило до этого 5 сейчас и вот такая кружка тоже мороз дед мороз тоже кружечка единственное что ее не поставишь надо только в руках держать что не поставишь 2 евро вот эти штучки это же подставочки да? ну мама тупенька мама сегодня плохо спала тоже 5 евро стоило а я думала что это за дизайн такой странный что не поставишь ага ну не бамкать это точно ну в общем порадовали детей так чтобы им лучше выздоравливалось зайка тебе не темно здесь? 92 цента это все заплатила ну вот со Стасом смотрим нам выписали вот и буфлам ну это ибупрофен выписал он бронхопред какой-то из них для Ани какой-то для Кирюши у меня там в рецепте Стас сфотографировал амброхексал вот это какой-то Ани какой-то Кирюши отхаркивающая и 2 назин спрея и вот за все это Стас доплатил 92 цента и это скорее всего за эти за назин спрей все остальное бесплатно ну как бесплатно страховка да покрыла или как-то мы платим страховку и нам вот выдают бесплатно их ну приятно все равно хоть куда-то видно что идет страховка покрывает таки что-то сказал что это нормально там у Кирилла немножко горло красное у Ани кашель ну пока говорит я не вижу что помноженно обнажен был антибиотик пусть лечатся вот таким образом скорее всего говорит кашель от насморка насморк идет бронхи там засыхает в общем сейчас же отопление все сухо сухо хотя судя по нашим окнам ну совсем не сухо ну ладно пусть будет так ну да вот в кухне 70% влажность как бы довольно влажно ну ничего главное что мы теперь спокойны что врач нас послушал никаких там бронхитов нет ну и слава богу а у Стаса ему поставили что у него танзелит то ли танзелит то ли ангина непонятная ну вот ему выписали этот пенициллин и тоже пенициллин да то есть это да разная упаковка и вот такое лекарство оно снимает мышечные боли там температуру и все такое и тоже вот он ничего не заплатил за это абсолютно мы выдали это в аптеке тоже бесплатно главное Анечка в глаз не залезь хорошо посмотришь на маму вот как у нас уже губы намазаны и щеки тоже глаза тоже в тени у нас да а закрой глазки глазки закрой ну да там у нас уже и голубые и красные тени разные красоту наводим папа в ужасе а что ж ты один глаз один глаз открой другой закрой как же ж не получается Крилл ты не желаешь макияж себе сделать нет ничего Аня тебе сделает макияж красивая у тебя боевая раскраска у тебя боевая раскраска